Ну и всем снова привет, и я продолжаю проходить визуально новую песню Сэй Психоз. И нам остаётся не так же много, так что продолжим. Холодные соловьёка всплыли из его памяти, лучав ещё безжалостней, чем раньше. Он уже перешёл в ту черту, после которой нет возврата. Нельзя поддаваться бесполезным эмоциям, теперь отступать было поздно. Фуминои, где Аюми Цукубе? Неожиданно кожа снял тему, не давая Фуминои опомниться, в данный момент это было важнее всего. Я могу и пожалеть тебя, всё зависит от твоих действий. Если ты поклянёшься больше нас не тревожить, я забуду о том, что ты сделал со мной, и о том, что я нашёл в хижине. Я не хочу иметь с тобой и Саи больше ничего общего. Всё, чего я хочу, это обычно, чтобы Аюми и Йо были в безопасности. Аюми и Йо, значит... Фуминои растянул слова, но было очевидно, что он мучился, решая, может ли он верить, код же или нет. И есть ли о чём отговариваться. Вызов был брошен, и настала очередь Фуминои раскрывать свои карты. Я правда не знаю ничего насчёт Аюми. Она никогда не приходила ко мне домой. Отскубая... Фуминои сделал небольшую паузу, словно что-то обдумывал, а затем продолжил. Эм, я не знаю, захочет ли она покидать меня. Мне даже жалко отдавать её тебе. А она сейчас с тобой? Не так ли? Код же полегчало, когда он узнал, где её, и что она, по крайней мере, жива. Но, с другой стороны, стало ясно, что Фуминои был связан с её мучениями, о которых код же слышал от неё по телефону. Йо уже тогда была в его лужке? Что с ней случилось? Как он с ней обращался? Знаешь, наконец осуществилось её самое большое желание. С ядовитым сарказмом произнёс Фуминои, играя на нервах своего собеседника. Теперь она принадлежит мне, примерно как вы с Айюми и хотели. Он же почувствовал отчаяние, обволакивающие его душу. Как низко может опуститься этот человек? Он даже думать об этом боялся. Фуминои пытался уничтожить каждую частичку их дружбы, которая у них когда-то была. Отпуститься у Кубы. Когда я узнаю, что она в безопасности, я уничтожу всё, что у меня есть в Асайи. А разве я могу тебе доверять? Сперва я хочу... Ты сейчас не в том положении, чтобы выбирать Фуминои. Код же понял, что дальше продвигать свою ложь было уже слишком опасно. Я позвоню тебе позже, до тех пор лучше сделать так, как я тебе сказал. Он повесил трубку, не дожидаясь ответа. Да, здесь сделка уже по-другому, по-моему, пошла, чем в оригинале. Фуминои не знал, что Код же всё ещё ухиженный в Тачиге. Сейчас он будет волноваться о том, что Код же может появиться через час или через минуту. Код же надеялся, что замешательство Фуминои сыграет ему на руку. Три часа. Примерно столько времени не займёт возвращения в Токио. Код же боялся, что его тело не сможет так долго концентрироваться над дороги. Его разум был чист, но к его конечностям словно привязали гии. Хотя он знал, что ему нужно оставаться решительным. Код же всё ещё не отправился от той жизни, что он умерл несколько дней назад. Тогда мысли о жизни и смерти практически не беспокоили его. И он не мог представить, что будет драться за чью-то жизнь. С каждой секундой он ощущал, что меняется. Когда это всё кончится, сможет ли он вернуться к нормальной жизни? Или это будет продолжаться, пока не поглотит его и весь этот мир? Фуминои работало против него. Каждая секунда была на счету. Но даже понимая это, он решил дать себе пять минут отдыха. И всего и все пять минут он лежал на руле и плакал. Когда его слёзы высохли, а душа успокоилась. Код же завёл свой аккорд, поехав в город, забыв о прежних чувствах. Он был одержим лишь одним желанием. Желанием спасти цукубы. И он не отступит, даже если придётся стрелять в своего бывшего друга. Какое-то время я ещё смотрел на выключенный телефон. Время бушевал гнев. Но что-то холодное и тяжело держало мои эмоции под контролем. Чувство опасности. Честно говоря, я был удивлён тому, как спокойно я перенёс это. Сейчас мне нужно защитить Саю и её. От этого придурка любым способом. Очевидно, что я сделал непоправимую ошибку. Не прикончив Коджи два дня назад. Теперь мне нужно отложить мой гнев и раздражение в сторону. И подумать над проблемой логически. Нужно выходить. Я не могу узнать, когда Коджи же выбрался из колодца. Как много он знает, со сколькими людьми он уже успел связаться с тех пор. Так как теперь невозможно узнать, насколько велика стала проблема. Просто убийство Коджи не вернёт. Нам безопасность. Сейчас Коджи словно зараза в моём стакане. Что бы я ни пытался сделать, я не могу убрать из воды эту заразу. Тогда что же мне делать в такой ситуации? А ты очевиден. Отказаться от этой воды. Не надо найти новое место и начать там новую жизнь. Фминой, с кем ты разговаривал? Сая вернулась с кухни, где она искала что-нибудь перекусить. И упростительно посмотрела на меня, держа в правой руке свои любимые ребрышки. Смывая из себя тяжести и нетерпения, я ответил спокойно, пожимая плечами. Похоже, у нас небольшие проблемы. Эта скотина, Коджи, всё ещё жив. Это может быть больше, чем небольшие проблемы. Если подумать, вряд ли он мог выбраться самостоятельно. Ты думаешь, что у него есть сообщник? Ты не мог постоянно следить за ним. Он мог позвонить кому-то до того, как ты столкнул его в колодец. А если следитель не один, то это может быть угрозой. Они, скорее всего, обвиняют тебя в покушении. А если дело вмешается в полиция, то при обследовании дома они могут обнаружить... Да, я думал об этом. Поэтому нам лучше всего будет прикинуть этот дом. Хм, думаю, ты прав. Сая опустила глаза и задумчиво посмотрела в потолок. Она прекрасно понимала серьёзные ситуации и не тратя время на огорчение, сразу же начала планировать наши дальнейшие действия. Я знал, что моё спокойствие сработает, и Сань не будет слишком сильно переживать за меня. Цукуба спала недалеко от нашей кровати. Похоже, она сильно устала после её превращения в человека. Поэтому сразу отрубилась, после того, как я чуть... Как чуть не стал моей игрушкой. Хорошо, что я не стал пользоваться ей. Неизвестно ещё, как бы это повлияло на её новый организм. Ну, думаю, я так-то знаю, что повлияло хорошо очень даже. Если Саи нормально от этого всего удовольствие получат. Учитывая то, что это был первый опыт Саи, и тело её, скорее всего, имеет какие-нибудь недоработки, то это могло доставить ей тяжёлые последствия. Мне как-то не хотелось бы, чтобы она страдала или испытывала боль из-за моей халатности. Всё же она стала человеком. Теперь мне нужно думать, как бы скорее убраться отсюда и устранить эту гниль в моём маслакане с водой. Кот же и вправду может быть занозой, когда захочет. Это место всё равно стало бы опасным. Риме пропало по пути к моему дому. Да и все эти происшествия крутятся вокруг моего дома. У них есть полное право обвинять меня. Да, я понимаю. Наша жизнь важнее, чем это место, поэтому я не хочу искать. Не волнуйся, я совсем разберусь. Тебе нечего бояться. Всё будет хорошо. Что бы ни случилось, я продолжу защищать наши жизни. У меня достаточно сил для этого. Знание того, что мы справимся с этой проблемой, придало мне уверенности. Нам больше нельзя было находиться, здесь ни минуты. Кот же в любой момент может прийти, и это подвергит нашей жизни опасности. Не теряя времени зря, я разбудил её, и мы с Сайей начали собираться в дорогу. Но что бы втроем уехать подальше от людской реальности, и не дать Кот же последовать за нами, нам понадобится машина. Мы можем ехать налегке. Стоит брать только самое необходимое. К счастью, тогда я ехал на машине моего отца, когда я и попал в аварию. Мою машину это не коснулось, поэтому нам есть на чём отправиться в дорогу. Не стоит снять все деньги с карточки и пользоваться наличными. К тому же, мне нужно оружие понадёжнее, чем нож для мяса. Скорее всего, Кот же последует за нами. Но почему-то мне кажется, что им движет не спасение от скубы, а личная обида. Однако я бросаю этот дом не из-за страха перед ним. Теперь Кот же знает, где мы находимся, так что оставаться в этом месте небезопасно. Я не собираюсь совершать глупые поступки. Мне нужно найти способ вернуть инициативу в свои руки и разобраться с Кот же в месте, где у меня будет преимущество. При нашей следующей встрече я убью его собственными руками и выложу каждую каплю жизни из его тела. Дураж побежал по моему телу. Когда я начал вкушать предстоящую битву, моя жажда крови поднималась из самого сердца. Когда она взглянула в окно, утреннее солнце уже вовсю светило. Устав за время, проведённое над бумагами, ее око сняло очки и потеряв болевшие глаза. Де сны всегда были наполнены ужасом. Однако сегодняшняя ночь была ужасней всех ее снов. И она не думала заканчиваться. Реолюка была лишь у ее порога. Как и предполагалось, документы, оставленные Аюгаем Масхико, были не теми бумагами, которые можно просто взять и прочитать. К счастью, Аюгай был слишком старомоден, чтобы доверяться компьютеру. Если бы он закодировал информацию в компьютере, ей бы пришлось искать хакера. Очевидно, Аюгай не хотел тратить время, шифруя каждое предложение, выбранный им метод был проще. Из-за огромного количества бумаг, которые она нашла, большая часть оказалась записями Аюгая, когда тот учебался тут студентом. Важные бумаги вводили дневников и записок, а в исследованиях были смешаны с кучей бесполезной манкулатуры. Сперва она даже не могла понять, что с документами она нашла, но за два дня Аюгай смогла понять, что это были его дневники, но вот разгадать их было весьма трудно. И вот, спустя время, она начала кое-что понимать. Каждый лист был покрыт с обоих сторон текстом, каждая строка была совершенно не связана со следующей, из-за чего на одной странице было непонятно абсолютно ничего. Однако фокус стал очевидным, когда она начала сортировать те страницы, которые оказались бедом. Она обнаружила, что каждое предложение на одной странице продолжается на другой, на той же строке. К примеру, в дневнике Аюгай первый день начинался на первой строчке страницы, но продолжался не на второй, а опять на первой, только уже на следующей странице. Довольно просто. По той же схеме, второй день был на второй строке, третий на третий, и так далее. Когда страницы заканчивались, он вырвал их и смешивал среди других документов. Оставалась мне ясность лишь нумерации страниц, скорее всего, где-то лежал листок с цифрами, ГД, которому можно было узнать по этой нумерации. Но Йока не смогла найти его, и ей оставалось лишь собирать листы вручную. Ну, пожелаем тебе удачи. Хотя Йока понимала, что задача будет не из легких, она взялась за нее решительно. А сделавшись мелкими бумагами из разных папок, она начала кропотливо связывать страницы между собой, ориентируясь по первым строкам. Айл-Гай разрывал дневник, когда не остановилась больше строка. Он также не записывал самые своенаучные исследования дальше тридцатой страницы. Теперь дневник был гораздо проще восстановить. Строки были похожи на... А чем ближе была последняя страница, тем больше становилось свободных строк. Страница же всего с одной строкой была последней. Старания Йока наконец стали оккупаться, и удалось соединить несколько частей дневника Айл-Гая. Когда она перечитывала их, она чувствовала, как отчаяние пожирает ее душу, повторяя то, что она испытывала уже много раз до этого. Поклинающие ощущения слабости настигало ее каждый раз, когда открывалась жуткая правда. Те, кто хоть раз ощущал ее, будут прогибаться под ней снова и снова до того дня, пока они умрут. Все тайны были связаны между собой. Стоит тебе обратить внимание лишь на малейшую деталь настоящего, уже настоящего мира, и у тела уже не будет выбора, кроме как в страхе смотреть на то, как вуаль над остальной частью этого мира, сантиметр за сантиметром, открывает тебе жуткую правду о себе. Все, что остается, это лишь наблюдать, как растущие безумия уничтожают твой разум. Мне удалось наладить связь с этим организмом. Эта особь проявляет большую заинтересованность. Она без сомнения разумна в различных папках и оставила записи с ее голосом и повадки, присущими для человеческого существа. Ее аппетит к знаниям ненасытен, а ее скорость обучения не подается анализу. Однако ее абсолютно не интересует опознание себя как личности. Эго этого существа выражает, выражена весьма слабо. Ее психология определенно отличается от человеческой. Все, это тайна уже о Саи. Способности ее особи к языкам поразительны. Нет, правильнее не будет сказать способности к развитию и коммуникации. Когда я засмеялся над ее неправильным изображением иероглифа, она сразу же поняла свою ошибку и воспользовалась полученным знанием. С тех пор она использует весь свой равный запас, чтобы заставить меня рассмеяться. Скорее всего, через несколько дней она выучит язык настолько хорошо, что мы сможем свободно общаться. Мы начали изучать различные особенности языкового языка. К сожалению, говорить она не может, но понимает каждое самое слово. Хотя она продолжала задавать мне массу вопросов, выписывая иероглифы на бумаге, которыми я ее обучил, она не может ответить ни на один из моих. Судьба ее ответов осуществовала сознание лишь после того, как материализовалась в этом мире. Она не знала ничего о том, откуда пришло. Меня это расстроило, но оно всего за неделю достигло невероятного уровня развития, и с того, чтобы дозревать, что скоро мне уже придется учиться у него. Предположение. Эта особь неестественно появившийся организм, скорее она была создана более развитой и разумной формой жизни, и являлась чем-то вроде искусственного интеллекта. Это может объяснить, почему это существо не развито эго, но есть какая-то такая жажда к знаниям. Оно также может быть своеобразным разведчиком, роботом, которого заслали из другого мира. Ну конечно же, это искусственный интеллект, это робот. Роботы не могут. Ну вы поняли, что роботы не могут. Спустя некоторое время, Йока уныло улыбнулась. Как хорошо бы было, если бы она была достаточно наглупа, чтобы рассмеяться над дневником этого безумца, посчитав его научной фантастикой. К сожалению, ей было известно слишком много. Вспоминая все страки, что Йока оставил в ее жизни, она осознала, что они были той реальностью. Я доказал, что интеллект искусственного существа превосходит любого человека. Этим утром я рассказал ему о простых числах. После того, как я объяснил принцип текста Лука Леммера для Числа Мерсена, оно тут же начало изучать эти числа, высчитывая их в уме. Я смог на памяти подтвердить лишь первые 10 чисел, до М89, но она продолжала вычислить их дальше без малейших трудностей. Я оставил эту особо дну, а затем вернулся через несколько часов и обнаружил, что она записывала уже более 70 чисел. Сейчас компьютеры по всему миру трудятся над подсчетом чисел Мерсена и последняя, насколько я помню, 39-я, найденная в 2001 году. Когда я ввел часть его результатов в свой ноутбук и запустил проверку Лука Леммера, не стало ясно, что они все были верными. Оставшиеся без сомнения также верны. В конце концов, существо никогда не проявляло патологического желания в уважении, которое могло бы заставить его соврать. Я не вижу причин сомневаться в их достоверности. Если бы я раскрыл мир от Течисла Мерсена, призовые деньги сделали бы меня миллиардером, разумеется, сохранение моих исследований в тайне гораздо важнее, чем какой-то бесполезной бумажки. Высчительные способности, которыми она обладала, превосходит даже компьютер. У меня есть идея догадки, что познавательные способности этого существа даже превосходят то, что может вообразить человек. По просьбе испытуемой особи, мы перешли к следующей дисциплине. И, смотря на ее неизменимые способности к математике, она захотелось концентрироваться на социологии и естественных науках. Наверное, наше математическое издание слишком скучно для нее. Особенно существо проявило интерес к тому, как организмы репродуктируются и размножаются. Хотя оно не проявляло ничего, что можно было назвать эмоциями, я долго на сомневался, как описать это, но когда оно узнало о ДНК, поступило выглядело заинтересованной. Даже более, существо было удивлено своей собственной реакцией, и в состоянии понять свой собственный импульс, оно называло его инстинктом. Так как данное определение, оно даже само, его развитие становилось все интересней. Это могло значить, что у этого существа есть более глубокий уровень психики, чем просто знание, которое оно приобрело в Атомии. Если я смогу воспользоваться этим, чтобы узнать его происхождение, возможно, я смогу понять, чем оно является на самом деле. Пометка. Возможное происхождение искусственного боя обсудил в разделе о серебряном ключе, хотя чем себя в другой папке. Я провел весь день, таскал книги в комнату этого существа. Вероятно, оно уже не могло удовлетвориться знаниями, которые я располагал. В этом не было ничего удивительного, учитывая его нынешнее познание в лингвистике, но вот скорость, с которой оно поглощало, тексты были грандиозны. Дневник продолжался еще довольно долго, описывая отношения между Ольгаем и Эдем. В уме Йоко представило, как последние ночи старый профессор спускается вниз по колодцу, чтобы устроить беседу с каким-то жутким существом из своей лаборатории. Эта картина походила на те, что портили сны Йоко уже много дней, заставляя ее просыпаться от собственных игров, но по сравнению с этим ее худшие кошмары выглядели жалкими. Она попросила мне очень странную вещь. Впервые это существо попросило что-то кроме еды и материала для чтения. Мне было трудно в это поверить, но эта особь захотела погодить сперму живого существа. Это не было связано с ее потребностями в еде. Она снова ощутила этот импульс, который назывался инстинктом. Теперь, когда испытуемое существо объявило себе форма жизни, которой нужна мужская сперма, она начала причислить себя к женскому полу, начиная с завтрашнего дня, и начиная обозначить этот организм женским местоимением, она. Является ли личность, которую она показывает всего лишь имитацией, созданной ей интересом? С тех пор, как она начала изучить человеческую культуру, она начала вести себя очень по-человечески, и уже обзавелась огромными познаниями в этом. Пытаясь ли она воссоздать человеческую личность в себе, основываясь на тех знаниях, что она получала? Видел, как она смеется, злится, и сегодня она плакала? Может, она всего лишь копирует наши эмоции? Если нет, тогда она является душа тем, что может получиться любая интеллектуальная форма жизни. А чувствую, что я доказал, что это еще более таинственное, чем формула жизни. Сегодня ее день рождения, хотя прошел только год, я хочу сделать ей приятный подарок. Сайе. Так звали кошку моей мамы. В детстве она была моим единственным другом, существом, которое я любил. Я довольно давно решил, что если я когда-нибудь буду благословлен детьми, я дам это имя своей дочери. Дочери дать имя кошке. Да уж. С днем рождения, Сайе. Пусть это будет имя твоей души, ты заслужила его. Способности, которые Сайе открыла в себе, проявлялись все интереснее с каждым днем. Без сомнения, она была своего рода художником, но что конкретно сделало ее тело с той крысиной спермой, что я ей дал. Здесь было достаточно взять ее в рот. Хм. И смешав сперму со своей ротовой жидкостью, вырабатываемой двумя подушечками по бокам внутренней плоскости ее щек, она могла делать поразительные изменения. Ой, но это смешно. Может, рассмешительно. Я предполагаю, что в этом участвовал какой-то этого вирус-фермента, обратной транскиптазы, в которой можно создать все, что она пожелает. Пожелать живым организмам, в состоянии, которого она будет знать. Крысы, или вернее сказать, создания, которые когда-то были крысами, были трансформированы ее художеством в нечто совсем иное. Множество ферментов могли выделять ее телом через различные тростки, расположенные на ее спине. Я детально писал это в моих биологических исследованиях, записанных отдельно. Теперь я могу это сказать. Я получил подтверждение своей теории о том, что ее тело специально создалось, чтобы манипулировать анатомию других организмов. и око мрачно пройдет на гуру все еще не разобранных исследовательских отчетов. Когда она наконец разберется с этими бумагами, возможно, она найдет большинство тех документов, о которых Эльгей упоминал в своем дневнике. Его биологические наблюдения, надо обязательно взглянуть на них до того, как встретиться с этой тварью, зовущейся Сайя. Не взирая ни на что, она не хотела лезть в драку неподготовленной. Она взглянула на часы, которые показывали симметра. Если Коджи уехал через остановок, он сейчас должен быть уже в Токио. Теперь, когда было уже слишком поздно, она жалела, что не остановила этого упрямого человека до того, как он ушел. Если бы это было возможно сейчас, он бы даже выстрелил выстрелил ему в ногу, только лишь бы остановить его дурость. Все. Такс, ну и на сегодня то все. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. До новых встреч. Пока, еще увидимся.